У нас остается буквально несколько минут на вопросы. Подведение итогов данной секции. Я предоставлю слово, наверное, я думаю, по порядку, наверное, всем нашим председателям. Спасибо большое. Глубоко, уважаемые коллеги, действительно, времени очень мало, регламент жесткий. Я удовлетворена данной секцией, поскольку я выступала с идеей о новой модели реабилитации. И я увидела в выступлениях, если не в целом, то дискретно, практически предуготовленность онкологического сообщества к принятию новой модели. Это касается и научных подходов, которые были очень хорошо продемонстрированы, когда мы слушали уколы в практологических проблемах реабилитации. Это вот действительно так. Прежде чем сформулировать практическую рекомендацию, необходимо пройти научный процесс. И слава богу, что есть такое видение. Я увидела прообраз просто вот готовой мультидисциплинарной бригады, когда мы говорили о стомированных, слушали о стомированных пациентах. Вот это абсолютно как раз то. Но это целевая аудитория, понятная, потому что проблема, сколько есть стом, соответственно, сколько нужно специалистов, это все уже можно рассчитать уже сейчас. Если мы внедрим и применим эту модель ко всем остальным проблемам, мы точно так же получим решение проблем уже даже и в финансовом выражении. Поэтому вот огромное спасибо. Я считаю, что мы уже практически имеем то, что нужно. И то, что касается онкореабилитации в санаторных условиях, у нас есть некоторые разночтения терминологические. Я прошу их не пугаться пока. Потому что вообще санаторно-курортное лечение, оно как бы стоит отдельно от реабилитации. Это разные порядки даже. Но никто не запрещал нам открывать реабилитационные отделения в условиях санатория. Поэтому я думаю, что тут очень много моментов, которые могут быть решены. И вообще взаимодействие онкологии и вот той реабилитации, той новой науки, которая сейчас созревает у нас, и которую мы во многом взяли от зарубежных наших коллег, оно вполне прорисовывается. Я думаю, серьезных проблем не будет. Спасибо большое. Извините, что долго. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. . . . . . . Я уверен. я уверен. Я уверен. здесь без учета МКФ. Это 100%. У меня все. Спасибо. Спасибо большое. Начну по порядку. Итак. Реабилитационный потенциал и палеотивная помощь. Значит. Реабилитационный потенциал, во-первых, не константа. Кто вам сказал, что он дается раз и навсегда? Реабилитационный потенциал может измениться. В зависимости от того, какие технологии лечебные мы применили к нашему пациенту. Это первый момент. Реабилитационный потенциал должен переоцениваться. Группы специалистов. Реабилитационный потенциал, как реабилитационный диагноз, не делается в одно лицо. Нет такого врача, который может определить реабилитационный потенциал. Нет такого отдельно взятого психолога, который может определить реабилитационный потенциал. Нет такого логопеда, который сам по себе может определить реабилитационный потенциал. Выведение реабилитационного потенциала – это работа мультидисциплинарной команды. Потому что то, что может видеть врач как абсолютно неаккурабельное состояние, может иметь в себе реабилитационный потенциал с точки зрения психологии. Ну и кроме того, если вы меня слышали, то я говорила о том, что отсутствие реабилитационного потенциала вообще психологически неадекватная формулировка, это не годится. Нам нужно говорить тогда о реабилитационном потенциале адаптации среды. Вот таким потенциалом обладает каждый живой. И об этом нужно говорить, и этим нужно пользоваться. Теперь про палеотивную помощь. У нас палеотивная помощь выделена в иной порядок. Это не значит, что при оказании палеотивной помощи мы не будем определять реабилитационный потенциал. И что пациент, который уже получает палеотивную помощь, не может вернуться в реабилитационный процесс. Совершенно не означает. Почему? Такого нигде не написано. Мы никому ни в чем не собираемся отказывать. Так что это напрасно. Теперь по поводу мультидисциплинарной бригады и кто в нее входит, когда работает врач физической реабилитационной медицины и где. Врач физической реабилитационной медицины не работает только в операционной. Он не оперирует. Во всех остальных ситуациях реабилитации. Реабилитацию координирует врач физической реабилитационной медицины. Теперь, кто является лечащим врачом и на каком этапе? Онколог, безусловно, является лечащим врачом и отвечает за состояние пациента на первом этапе. Первый этап – это с момента постановки диагноза. Это оказание помощи в пред- и постоперационном периоде. Там онколог является ведущим лечащим врачом. На втором и третьем этапе реабилитации, как предполагается, лечащим врачом будет врач физической реабилитационной медицины. Но это совершенно не значит, что онколог не принимает участие в лечении пациента. Просто на втором и третьем этапе у онколога консультативная роль. Никто не отменяет основное онкологическое лечение. Оно будет продолжаться. Просто врач-реабилитолог, врач физической реабилитационной медицины химиотерапией заниматься не будет. Это будет проводить онколог. Взаимодействие широчайшее. Никаких проблем здесь я не вижу вообще. Теперь по поводу того примера короткого и очень частного, который я приводила, конечно, врач-реабилитолог не занимается только тейпированием. Но это в любом случае функция именно врача физической реабилитационной медицины, потому что он этому обучен. Блокады, ботулинотерапия – это то, что будет делать врач физической реабилитационной медицины при необходимости, естественно. А сейчас тейпированием кто обучен? Ну, во-первых, у нас врач физической реабилитационной медицины – это единица будущая, поскольку мы только переходим к его обучению. Физический терапевт еще может этому обучить. Но у нас и физических терапевтов тоже нет пока. У нас есть специалисты ЛФК, которые отличаются, в принципе, от специалистов физической терапии. И еще раз обращаю ваше внимание, физический терапевт – специалист с высшим немедицинским образованием. Немедицинским – это не врач ЛФК. Ближе всего он, наверное, к специалисту адаптивной физической культуре, но тоже не одно и то же. Поэтому у нас достаточно много еще вопросов с этим связано. Мы формируем нашу мультидисциплинарную бригаду. У нас эрготерапевта до сих пор нет. И вот, скажем, данстерапия считается чем? Арт-терапия. На самом деле, это высокая, наверное, эрготерапия. Но к этому мы придем со временем. И последний наукометрический подход – рандомизированные исследования для доказательности в реабилитации. Есть достаточно широкая площадка для обсуждения. Мы проводили в прошлом году весной двухдневную конференцию, которая была посвящена доказательности в реабилитации. Правда, мы взяли тогда аспект нейрореабилитации. Готовы предоставить такую же площадку, чтобы обсудить онкореабилитацию с позицией доказательности. По всем позициям. Там действительно очень многое необходимо еще к развитию, к внедрению. Потому что, к сожалению, не так много у нас доказательности. Ну, возьмем ту же самую нашу очень полезную и очень востребованную физиотерапию, в которой доказательности значительно меньше, чем нам бы с вами хотелось. Над этим тоже надо работать. Спасибо большое. Если ответила, то вот четыре вопроса. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, когда нам ожидать первого выпуска врача физической реабилитационной медицины? В каком году? В этом году будут выпущены профессорско-преподавательский состав. Завершается цикл обучения 18 октября. Это вот будут первые ласточки. Это педагоги? Это педагоги, да. А я говорю про врачей. Тогда же вот практически через тысячу восемь часов после того, как мы начнем процесс, а начнем мы его в октябре месяце, будут выпущены первые специалисты по профпереподготовке. Ординатура трехлетняя начнется с первого сентября 2020 года. Раньше просто не поспеть. А профпереподготовка – это 520 часов? Тысяча восемь часов. Тысяча восемь. 504 часа – это переподготовка для профессорско-преподавательского состава. Врачи, вот действующие врачи-физиотерапевты и будущие врачи-физиотерапевты, они останутся как специалисты? Да, моноспециальности сохранятся. Тогда вот опять непонятно, кто тогда чем замечает? Еще раз, врач-физиотерапевт будет заниматься только физиотерапией и не будет заниматься реабилитацией. Он будет только, еще раз, сама по себе физиотерапия еще не реабилитация. Любая технология, примененная, еще не реабилитация. Реабилитация – это когда есть система, план или программа реабилитации, и каждая позиция этого плана решает определенную реабилитационную задачу. Если нет задач, то тогда мы говорим не о реабилитации. Физиотерапия как метод лечения чего-то, он останется, моноспециалисты могут остаться. Настолько, насколько будет решение главного врача содержать у себя в штате таких специалистов в рамках оказания помощи по другим профилям. Не по реабилитационному. Я ответила? Ну, частично. Я к тому, что мы-то сейчас говорим про онкореабилитацию, да, но пациентов, нуждающихся в реабилитации, миллионы. Это кардиохирургические пациенты, нейрохирургические пациенты, общихирургические пациенты, пациенты после традиционных травматологических ортопедических операций. Это, я говорю, сегмент хирургических. Значит, вот реабилитация этих пациентов, они все нуждаются в реабилитации. Значит, реабилитация, в том числе и этих пациентов, будут заниматься врачи физической реабилитационной медицины. Сколько нам нужно подготовить таких специалистов, чтобы охватить, ну, все наше отечественное здравоохранение? За 5 лет 26 тысяч. Все по-считанному. Спасибо большое. Мы продолжаем нашу дискуссию. Елена Вячеславовна, Вам слово. Спасибо. Спасибо большое. Ну, конечно, у меня тоже много есть вопросов в дискуссии. Я не буду даже и начинать эту дискуссию за неимением времени. Скажу коротко. Хочется поздравить организаторов с тем, что такая интересная у нас секция получилась. Также хочется отметить, что очень много заинтересованных присутствует в зале. Полный зал у нас сегодня. И если берем исторический аспект, то также хочется поздравить всех нас, потому что это, наверное, результат всей нашей подседневной работы, потому что, наверное, первая такая значимая секция реабилитации онкологических больных, она состоялась в 2008 году на онкологическом нашем конгрессе, на съезде онкологов в Российском. И она была совмещена с секцией популятивной медицине, она была совмещенной с секцией. И вот прошло 10 лет. Конечно же, мы видим результаты того, что сделано за эти 10 лет. Мы видим, что насколько много у нас появилось нового, насколько много и возрос интерес к этой проблеме. И это все отражалось и в сегодняшних докладах, и в том, как много людей сегодня собралось, и как мы активно и заинтересованно дискутируем. И в плане вот этих вопросов, которые сейчас уже возникли, когда мы подводим итоги секции, я предлагаю, чтобы снять вот эти все вопросы и как-то расставить еще более точки над «и», как нам двигаться в реабилитации наших онкологических больных. Я предлагаю такие мероприятия, возможно, рабочие совещания, когда мы вместе будем собираться и это обсуждать, все возникающие вопросы. А также всех приглашаю на онкологический форум, который у нас пройдет в сентябре, где тоже будет целый день посвящен реабилитации онкологических больных, чтобы продолжить вот это обсуждение. И думаю, что таким образом мы можем все наши вопросы, возникающие, разрешить. И, конечно же, все это будет только на пользу нашим онкологическим больным и процесс реабилитации. Спасибо. Станислав Вячеславович, Вам слово. Спасибо большое всем участникам моей сессии, особенно докладчикам. Докладов было много интересных. Коротко скажу, что есть над чем работать и нам, и Санкт-Петербургу. Вот взять опыт наших самарских коллег, перенять, потому что КСГ – это, наверное, одно из первых, что нужно сделать в Питере, чтобы появилось финансирование в этом направлении. Потому что, что бы мы ни делали, все равно мы зависим от денег, от финансирования данного направления на сегодняшний день минимально, я имею в виду, в реабилитации. Спасибо. Будем работать над этим. Борис Сергеевич, Вам слово. Я вопросов не буду задавать. Я хотел бы впечатлениями поделиться. Я в очередной раз убедился, что по сегодняшним докладам, что та работа, которая ведется, она уже ведется не первый год и, возможно, даже не первый десяток лет. К сожалению, не всегда наши законы и правовые документы, они успевают в ногу с той потребностью, которая формируется. Приятно, что клинические специалисты ее определяют гораздо раньше. Поэтому единственное, что, безусловно, хорошо, что эти законы всегда все равно принимаются, это обязывает нас работать просто в разы интенсивней. Но качество от этого, я надеюсь, страдать не будет и не должно. И в качестве ремарки хотел тоже обратить внимание, что отношение и использование тех или иных технологий физической революционной медицины к палеоативным пациентам должно отдельное внимание, отдельного внимания требует. Поэтому очень такой деликатный вопрос. В целом, хотел всем сказать спасибо. Дорогие коллеги, мы сегодня присутствуем на пятой юбилейной конференции, посвященной реабилитации онкологических больных. И каждый раз в этой конференции принимают ведущие специалисты в области онкологии, ведущие специалисты в области реабилитации. Иванова Галина Евгеньевна здесь отсутствует. Но очень хотелось бы отметить, что только консолидированная работа Российского общества онкологов, Союза реабилитологов задействована в данном проекте. И очень хочется сказать, что клиническим рекомендациям онкологических больных быть. Так же, как на основании которых будут рассчитаны стандарты, у нас будут клинико-статистические группы. Поэтому спасибо всем большое. Мы всех привлекаем к данной работе. И тот грант, который был выигран, послужил большой работе, которая уже проведена. Теперь эту работу надо завершить. Спасибо всем большое. Спасибо. 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 Спасибо.